МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Ксюша, это Алиса, это Маша, это Настенька, а это Юля. Девочки, смотрите и угадывайте, что же я сегодня принёс в студию? Мячик! Мячик, молодцы! Кстати, кто знает какие-нибудь игры с мячом? Футбол. Футбол. Волейбол. Волейбол. Баскетбол. Баскетбол. Гандбол. Гандбол. И ещё какой-нибудь? Ещё какую-нибудь игру? Вышибалы. Вышибалы. Конечно же, вышибалы. Это новый вид спорта, вышибалы. Сейчас мы пытаемся пропихнуть его в семью олимпийских видов спорта. Ну и выиграть, конечно же, все медали. Потому что мы лучше всех играем в мире вышибал. Сегодня к нам в студию придёт девушка, которая знает бесконечное множество игр с мячом. Это чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Лейсан Утяшева. Ура! Лейсан Утяшева. В переводе с башкирского её имя звучит «Ласковый дождик». Чемпионка мира в командном первенстве, двукратная чемпионка Европы. В гимнастику пришла случайно. Тренер детской школы присмотрела гибкую малышку в магазине, где её мама покупала продукты. Впервые имя спортсменки прогремело в 2001 году на Кубке мира. С тех пор Лейсан выиграла много медалей. Сейчас знаменитая гимнастка пробует себя в балете, на подиуме и в качестве телеведущей. Ну что же, девушки, вот Лейсан в студии. Давайте мы её поприветствуем. Привет. У меня один вопрос. Вот сейчас мы слушали о тебе маленькую историю о твоей жизни. И там прозвучал такой факт, что тренер тебя нашла в магазине в то время, как твоя мама выбирала продукты. Что же ты такое делала, такое необычное, что тебя заметил тренер? Ломала пальцы. Грузчиком в овощном отделе? Нет, себе. Каким же это образом? Вот так, смотри. Вот ноги сюда, да? Да, это просто. Это просто. А я вот так. Аж мяч упал. Это обозначает гибкость суставов. То есть ты просто стояла, ломала пальцы? Ну, это детская привычка у меня. Кто-то грызёт, да, я вот ломала. И тренер заметила меня и говорит, ты знаешь, что очень гибко. Я стою, молчу, стесняюсь. Мама сразу подлетает, говорит, что это такое. Вот, он говорит, пошли заниматься художественной гимнастикой. Мама говорит, не пойдём. Он говорит, ну пойдёмте, смотрите, как пальцы ломают. Ну, пошли. Пойдём к нам в гимнастику пальцы ломать. Да. Понятно. Ну что же, очень интересная, по-моему, история. А теперь начнём нашу зарядку. Лисан, у меня к тебе просьба. Покажи какое-нибудь простое упражнение с лечом, чтобы девушки смогли его повторить. Ну, смотри. Это самый простой перекат, считается, в художественной гимнастике, да? Угу. Я думаю, девочки будут к этому стремиться. Но вначале нам нужно размяться. Да. Я думаю, что в конце нашей зарядки мы попробуем сделать этот перекат с девушками. А сейчас мы приступаем к разминке. Да. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаем просто вот с таких маленьких бросочков. Просто подбрасываем на одной руке? Просто подбрасываем, да. Теперь медленно пытаемся выпрямить ручку и также подбрасывать мяч. Вот. Молодцы. На прямой руке, да? Да, на прямой ручке. И обязательно ладошечка должна быть вот такая. То есть нельзя вот так держать. Это не баскетбол, девочки. Это... Ну, вы же девочки, да? Вот так? Поэтому ручку держим вот так, да, красивенько. Вот так держать нельзя. Вот. К сожалению. Меняем. У нас левая ручка сейчас тоже. Начинаем с согнутого, да? То есть вот как бы медленно так выпрямляем, выпрямляем, выпрямляем. Ну, в принципе, достаточно, да? Вот. Чтобы сделать этот перекат, нам нужно ощущение мяча, да? Чтобы его держать. Поэтому мы вот так вот ручку подставьте, чтобы вы не роняли, да? И вот так вот катайте. Отсюда, да? Это следующая, да? Следующая, да. Ага. Вот подставь сюда ручку, я тоже тебя буду учить. Вот. Это начальная фаза переката, да? Чтобы вы видели его. А скажи мне, пожалуйста, а есть вообще в мире художественные гимнасты мужчины? Будут. Будут? Будут. Да. Я начал. Будут скоро. Вот. Вот смотри, ты держи вот эту локоточку, ручку, чтобы постоянно мячик лежать туда. И держи. Вот. Ручку снимай. И не сгибай. Ручку снимай. Эту ручку здесь держи. Давай. А пальчиком просто качай. И ручку. Пальчик. Вот. Вот. Держи мячик и вот сюда поставь ручку. Теперь катни. Пальчик. Пальчик. Вот. Молодец. Мячик должен прокатиться. Пальчик. Мячик. Вот до сюда. Да. Да. И ручку не сгибайте вслед за мячом. Это ошибка. То есть надо вот так, а ручка остается прямой. И обратно. Да. Это чтобы мы перешли к нашему перекатику. Теперь у кого получилось, уже доходим до плеча. У тебя получилось? Нет. Ну попробуй. То есть. Вот это. Вот смотри. Это грубая ошибка, девочки. Не делайте как он. Нужно вот. Нужно плечи опускать. Вы же девочки. Вы же красавицы. Да, да, да. Вот плечики опустили. И вот сюда до плеча. Это у меня просто такое мощное плечо, что оно не опускается. Вот у кого получилось, у кого не получилось, еще вот на этом движении мы остаемся. Давайте покатаем, покатаем вот здесь. Нужно покатать, да. Давай. Так, молодец. О, хорошо, хорошо. Вот так, да? Вот так, да? Вот так, держи. Старайся, чтобы он катился. Так, Алиса, давай мы с тобой. Смотри, нет. Чуть-чуть. Ага. Создай горочку, да. Вот так. Вверх, вот так все. Смотри, какая талантливая. А теперь до плеча, не тормози его. До плеча попробуй. Ну что, девочки, у вас все получается, а вот у Сережи нет. На этом мы заканчиваем разминку и переходим к основным упражнениям. Это у нас будет бросок. Александр, вот нам, отстающим художественным гимнастам, хотелось бы понять, что это за бросок. Это, может быть, вот такой бросок должен быть или вот такой. Знаешь, для начала, для отстающих, делаем простой бросок вот такой и поймать напрямую руку. На самом деле это очень сложно. В дальнейшем это будут какие-то вот такие ловли. Понимаешь, да? То есть вот, ну все начинается, видишь, с броска. Гимнастка бросает мяч, потом это могут быть там такие ловли. Но это мы в будущем потренируем, да? А сейчас просто бросок на прямой руке. Да, просто бросок на прямой руке. Это одно из самых основных движений в художественной гимнастике. Все начинается с броска, как вы бросаете. Давайте с прямой ручки бросаем наверх. Не очень высоко. И ловим пока двумя руками. Бросаем не очень высоко. Да. И как наша тренер, которая хочет разбить нам все освидетельные приборы в судьбе. Молодец. Смотри, как у вас все получается, а? Умнички какие. Ну а что ж ты весь такой ускорявился? Ты выпрямись. Тебе бросают. Если я выпрямлюсь, я буду двухметрового роста. Смотри, у девочек лучше получается, чем у тебя. Ну как тебе не стыдно? Потому что это художественная гимнастика. Ей занимаются девочки. Вот. Сейчас одно, один комментарий, значит. Ни в коем случае, девочки, не бросайте вот так мячик, да? Но это некрасиво и это не по гимнастически. Это по дворе можно так бросать, да? А гимнастки все бросают на прямой ручке. Пусть не так высоко, вот так примерно, но все должно быть красиво и эстетично. Вот. Правильно. И ловить мяч всегда нужно снизу. Никогда его нельзя ловить там вот так, там ловят, да? Это некрасиво. Ну смотри, как все получается хорошо у нас, а? Смотри, гимнаст. Надо сказать, Ирина Александровна, не винер, чтобы она тебя посмотрела в нашу сборную. Может, тебе получится. Мне кажется, я немножечко возрастный немножко не знаю. Ну вот пару девочек точно нужно уже забирать. Лет 40 назад мне надо было, конечно, начать. Ну что? Все-все получается. Переходим к следующему упражнению. Второе упражнение у нас на полу. Мы должны сесть. Мяч надо положить сюда. Сейчас вначале я покажу девочке. Вот. И аккуратненько его, вот видите, неправильно положила. И так вот скатить сюда. Это называется перекат на полу. Это как один тоже из основных элементов. Он сейчас очень хорошо оценивается. Ага. Да. То есть кто-то, кто его делает хорошо, получает высокие оценки, да? Ну, конечно. Вот, смотри, как у наших девочек. Видимо, разминка была очень хорошая. Видишь, они как все получаются. У одного тебя, как всегда, пресс подкачат. У меня просто очень мощные колени, понимаешь? И вот мячик застревает на коленках. Скажи, пожалуйста, мне и нашим будущим чемпионам, когда надо начинать заниматься художественной гимнастикой, чтобы добиться высот таких, как ты добил? Ну, лучше с 4-х и до 7 лет приходить в зал. Ну, то есть 4, 5, 6, 7. 7 – это крайний уже возраст на самом деле. Но если девочка очень талантливая, то можно и попытаться, если ей 10 лет, она очень талантливая, то можно попробовать. Но тогда не ждать быстрых результатов все равно. Ты во сколько пришла в гимнастику лет? В 4. То есть тебя в 4 года нашли? Сразу меня нашли в 4 года и не отпустили вот до 21 года. Ну что, у вас все здорово получается. Вас надо записывать в сборную. Девочек, конечно, кроме Сережи. Вот, сейчас мы должны перейти к третьему упражнению. Для этого надо встать на коленочки. Какая-то чистое слово, просто дискриминация какая-то по половому признаку. Не, ну если у тебя не получается. Вот сейчас я вам покажу очень красивый перекатик по полу, да? Вот. Теперь вы можете попробовать. Это упражнение очень простое, но нужно делать его очень красиво. То есть не горбясь, ручками работать. Вот, видишь, как я делаю? Попробуй. Очень красиво. Я даже не знаю. Вот этот взмах у меня, я боюсь, не очень хорошо получится. Это же женский вид спорта у нас, понимаешь? Ну, у тебя почти получается. Скажи, пожалуйста, меня всегда волновал один вопрос. Вот я смотрю на вас, на художественных гимнасток, на балерин. Мне кажется, что вы все время находитесь на грани голодного обморока. Действительно, это вот серьезное испытание? Смотря на кого, какая фигура. Ну вот ты, например же, наверное, не позволял себе ни шоколадок, ни мармеладок, ни бережных. Если есть все в меру, то есть есть чуть-чуть, да, по чуть-чуть, вот, то, в принципе, можно, нету риска поправиться. А если наедаться на ночь, вот это, шоколадок, понимаешь, нет же нормы для девочек. Они есть шоколадок, то сразу три плитки, понимаешь? С утра это плюс два килограмма. А мальчики некоторые, почему-то, не съедают танчики. Ну, слава богу, мальчиков в нашем виде спорта пока нет, а может, и не слава богу. Мне кажется, они должны там появиться. Слушай, вот честно тебе скажу, все-таки тяжелый у вас вид спорта. Я вот вроде как бы ничего не делал, но так подустал уже. Ну, ты успокойся, мы уже заканчиваем. Вот, и сейчас мы сделаем одно упражнение для заминочки. Хорошо? Восстановление дыхания. Восстановление дыхания. Отлично, давайте. Это нам нужно потянуться наверх, подышать и выдохнуть сюда. Еще раз. И выдох. И повисите вот так вот, вот в этом положении. Ручки расслабьте, они у вас все не напрягаются. Да, перекатики. Давай, Катюш, давай. Давай, расслабляйся. Ручечки, да, да, да. Позвоночник должен выпрямиться, да, вот. Все, не напрягай ручки, ты должна их расслабить, они должны болтаться. Да. И все, и аккуратненько вот с этого положения встаем. Встаем. Все. Я считаю, что у нас получилась замечательная зарядка с Лисан Утяшевой. Спасибо тебе, Лисан. Спасибо. А на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых зарядок с чемпионом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова